Доброе утро! В эфире Игромания утром. Ну, наконец-то ты это сказал. Всем привет, друзья, это Игромания. Великолепный Захар Бочаров. И остроумный артоваст Мародиан сегодня. И виртуозный Василий. Ну, один слот памяти, либо Игромания утром, либо представить Василия. Тем не менее, да, мы сегодня с вами утром всем составом нашим бодрым. Боевым. Да, боевым. Вот, хорошо. Готовы осветить самые хорошие новости за вчерашний день, которых, правда, не так много, но они есть. Не все хорошие. И мы не можем вас бросить, поэтому... Да, как и вы нас. Да, мы начинаем. Начнем с новости такой немножко рекламной, но которая вам понравится. Игромания проводит большой масштабный летний конкурс, в котором мы собрали неплохой пул из желанных призов, включающих PlayStation Vita с тремя играми. Nintendo 3DS «Космическая ночь», как это называется-то, господи, гарнитуру «Космическая ночь», SteelSeries Siberia и игровую мышку Warhead GMX 1800. Все это «Добро», собственно, разыгрывается в нашем паблике vk.com. Игромания. Кнопочка на него есть, если вы чуть ниже промотаете, да, там есть такая синяя большая кнопка, на ней написано «VK», по-моему, она как бы намекает. Да, она как бы намекает на то, что вот это вот все там «Добро». Еще мы поставим баннер, наверное, на будущих передачах. В общем, если вы захотите поучаствовать, вы этот шанс не упустите. Собственно, пост закреплен в шапку. Для того, чтобы поучаствовать, нужно просто сделать репост записи себе на стенку. И, пожалуйста, добавьте личную фотографию в профиль, чтобы мы могли отсеять ботов, потому что их в последнее время все больше и больше. А мы хотим, чтобы все было... Боты жаждут призов от игромания. Максимально честно, да. Даже боты жаждут призов от игромания. Мне кажется, вот таким слоганом нужно конкурс проводить. Вот такие вот дела. Кстати, мы еще забыли сказать, что у нас появилась новая фишечка, присказка. А, ну давай, это так, как ты ее придумал. Она где-то над головой, наверное, сейчас, если, да, или над твоей. Это ни к чему не обязывает, мы просто придумали такую небольшую интересную тему развлекательную для вас. Вот присказка, собственно, сейчас там висит моя фраза, которую я сказал вчера во время новостей. А вообще мы будем туда добавлять какую-нибудь остроумную фразочку из числа тех, которые скажем мы или вы, дорогие комментаторы. Так что, если у вас есть действительно что-то остроумное, чем вы хотели бы поделиться, вполне вероятно, что на следующее утро это окажется в утренней передаче. Это ли не прекрасно? Не об этом ли вы мечтали всю жизнь? Да. Собственно, вот отличный шанс засветиться. Захар вот мечтал, и его мечта осуществилась. Да. Теперь над его головой сияет присказка. Над моей. Да, над моей. Да, конечно. Если вы хотите, чтобы ваша мудрость сияла над моей головой, привез тебя вперед. Вот. И еще минутка рекламы. Напомню, что в этом месяце у нас скидка на Magiku 2 в месяц совместно с GTA на 20 процентов. В общем, если вам нечего заняться летом, скорее всего, так и есть, потому что почти все игры приличные закончились, а следующие приличные начнутся только в конце августа, по-моему. Так что, по-моему, неплохое время, чтобы поиграть в Magiku 2. Неплохое время, чтобы поиграть в Magiku. Вот, все, минутка, пятиминутка рекламы закончилась. Да, да, да. Мы закончили с рекламой, и Арик сейчас пульнет верную серьезную новость. Сони выпустит очередную лимитированную, лимитированное издание PlayStation 4. На этот раз это будет Destiny The Taken King. Вот такие вот у нас серьезные новости сегодня. Да, и, ну, уже, ну, знаешь, какой-то момент такие, блин, я слышал, вы любите лимитированные консоли. Да, наконец-то они начали на это поджимать, потому что, на самом деле... Ну, как-то вообще супер серьезно. Все отовсюду сыпятся. Ну, готовятся к осени, логично. Да. Один из самых жирных, вообще самый жирный сезон покупок. Так что, кому-то на 1 сентября подарят, представляешь? Нет, не подарят. Ну, не эту консоль конкретно вообще. Да, ну, не эту, да. Вот, собственно, о чем речь. PlayStation выпустит специальное издание PlayStation 4, ой, Sony выпустит, да. Сделанное под, как сказать, дизайн ее будет сделан под Destiny, а конкретно под дополнение The Taken King. Там будет 500-гигабайтный вин. Кстати, я расстроен, почему вот грядущие, хотя они, наверное, давно их напечатали. Не успели, да. Наверное, не успели. Они давно их уже напечатали. Было бы просто круто, если ты уже... Это была бы новая модель приставки с матовым корпусом и физическими топами. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Это старая версия приставки, но в новом модном дизайне. Вот, выйдет это все 15 сентября, в ровно в день релиза Metal Gear Solid на ПК. А, на ПК. Там 14 или 15, точно не помню. Ну, рядышком, да. И к осени уже выходит красно-золотая приставка коллекционная, если помните, Metal Gear Solid. Очень много очень коллекционных. В понедельник ее обсуждали, да. Да, от Xbox будет коллекционная лимитированная версия консоли под Forza, если помнишь тоже. Да, да, да. Ну, собственно, это нормально, потихоньку разгоняется нынешнее поколение. Выходит все больше приставок, которые стилизованы под какие-то игры интересные. Раньше в этом плане лидером была Nintendo, потому что больше всего лимитированных изданий у 3DS, мне кажется, сейчас. Там чуть ли не на каждую игру было. Да, там на каждую вторую игру. Там Марио, Зельда, Покемоны, Шмакемоны, я не знаю, что еще там. Еще и не у 3DS у них была со сменными панельками. Да, да, да. Теперь другие догоняют. Но почему бы нет, больше приставок хороших и разных. С другой стороны... Ну, они обычно стоят же столько же, сколько. Примерно, да. Может, незначительно дороже. Ну, не забывайте, что вы свою PlayStation 4, если вдруг ее внешний вид вам как-то наскучил, можете всегда украсить виниловыми наклейками, к примеру, или там съемные крышечки нам обещают уже довольно скоро. В общем, смотрите, выбирайте, выбор – это отлично. Надеемся, ждем и верим. Следующая новость у нас связана с мультиплеерным шутером Overwatch от Blizzard. Тоже осенью будет доступен, если я не ошибаюсь. Там, по-моему, бета-тест запланирован. Ну, да. Показали нового персонажа, которого зовут Солдат 76. Похоже на название отечественного кино. Собственно, у него довольно интересная история. Его зовут Джек Моррисон, и он возглавлял подразделение Overwatch. Мы как японские журналисты просто. Помнишь, я рассказывал про Фомицу, которая пишет, что у Ваниля появилась новая подружка. И вот мы тоже самое сейчас сделаем. Ну, довольно интересная бэкстория у персонажа, ладно. Да, да, да. Он особенно будет интересен тем, кто увлекается сюжетом многопользовательских шутеров. Это мы сейчас обсудим. Да. Он возглавлял подразделение Overwatch на протяжении 20 лет. Участвовал в подавлении восстания машин, едва не погиб во время взрыва, который организовали предатели какие-то. И теперь он их, собственно, вычисляет, сражаясь. Дела, дела. Вообще так все серьезно. Просто новая часть Борна, знаешь, просвечивает в этом сюжете. Всего лишь бэкстори, понимаешь? Да, всего лишь бэкстори одного из персонажей онлайнового шутера. Вот такие вот дела. Наверное, сквозного какого-то шутера, ой, господи, шутера, сюжета. Да. У Overwatch не будет, но вот такие вот интересные истории для каждого из персонажей. Blizzard нам приберегла. Ну, собственно, не знаю, что... Это фирменный подход Blizzard, они всем персонажам прописывают очень хорошо. Ну, придумывают. Они всем персонажам прописывают очень хорошо. Крепенько прописали. Мне кажется, я знаю, куда упадет эта фраза завтра. Нет, я надеюсь, что наши зрители перебьют нас с тобой просто в пух и прах. Хорошо. Собственно, что касается стиля игры, то персонаж будет вооружен штурмовой винтовкой. И в то же время у него будет там какая-то ракетница, которой время от времени можно будет сделать залп другой. Еще он может делать рывок. Еще он может делать рывок. Ну, в общем, такой типичный милитарий персонаж. Прямо вот штурмовик в кубе. Появится в Overwatch. И, наверное, попробовать его можно будет уже осенью во время бета-теста. А всех персонажей вы можете оценить на официальном сайте игры Overwatch, который вы найдете в гугле или на нашем сайте в новости, которую вы сейчас видите на своих экранах. Вот такие вот дела. Я думаю, исчерпывающе. Да. Жду конверта от Blizzard. Прямо. Давай. Следующая новость немножко непонятная. Мне кажется, ее надо анонсировать немножко так, знаешь, разделить на две. Хорошо. Мне кажется, ты понял, о чем я. Ubisoft анонсировала новую часть Rayman. Умница. Давай. Мобильную часть. Это новость, внутри которой есть хорошая новость и плохая новость. Ну, то есть, ну, вот мы вчера прям говорили про маленькие игры Ubisoft, я так радовался и хвалил их. Говорил, как классно. И они такие, на! И такие, выпускаем новую часть Rayman, одной из моих любимых приключенческих, так скажем, игр. Приключенческих. Приключенческих, да. Фанаты Metroid Prime. Да, да, да. Расчехлили. Приключенческие пушки свои. Приключенческие пушки, да. Ну, платформер, конечно, Rayman платформер. Платформер, да. Ну, это приключение для моей души. Давай будем профессионалами. Вот. Хорошо, ладно. Это, естественно, да, прекрасный платформер. Я еще в первую часть Rayman играл, типа, лет миллион назад. Вот. И во вторую, и так далее, и так далее. Я очень люблю. И они вот анонсировали эту игру, назовем это так, на мобильных платформах. Это будет то же самое примерно, что Rayman Origins. По ролику, кстати, очень крутой геймплей. То есть, тот же геймплей. Они взяли, я думал, будет все плохо. Будет раннер какой-нибудь. Будет раннер. Будет раннер все? Будет раннер. Насколько я понял, по ролику сложно определить, но они уже выпускали 2 мобильных игры до этого, которая называлась Rayman Jungle Runner, Rayman Fiesta Run. У меня просто есть четкое ощущение, что тут игрок сам управляет. Он бежит сам. Ну, так кажется. Потому что, на самом деле, он бежит сам, но вот ты помогаешь ему выполнять действия. По крайней мере, так было в Fiesta Run и в Jungle Run. Блин, ты меня еще больше расстроил. На самом деле, они очень неплохие. Они выглядят хорошо, но, блин. Там есть своя хардкоринга. Если вот собирать все бонусы на уровне, как мобильная игра, он в целом тащит. Но, конечно, это не совсем полноценная часть Rayman. Ну, так вот, развлечение на вечерок. Ну, может, даже на два, но даже суть не в этом. Просто хотелось большого Rayman, а мы получили маленького. Да, большой Rayman, к сожалению, раз за разом продается. Не важно. Ubisoft, вот, выгоднее выпускать мобильные версии. Мне кажется, тут будет больше вариативности, судя по ролику. То есть, больше каких-то объектов, с которыми можно будет взаимодействовать. Надо сказать, что эти мобильные раннеры по Rayman, они постепенно все-таки растут в качестве. И Fiesta Run был уже покруче, чем Jungle Run. Там были разные разветвления, новые бонусы и так далее. И под конец она действительно давала хардкорчику. Все-таки у меня есть ощущение, что это не раннеры, потому что он называется не ранн. То есть, они бы назвали тогда его адвенчерс. Просто они взяли стилистику Rayman Legends, и поэтому назвали, мне кажется, адвенчерс. Я не знаю, у нас пока что есть ролик. По-моему, учитывая то, что от тех же разработчиков, и примерно та же концепция, я думаю, это раннер. Но, в любом случае, это будет не совсем полноценный Rayman. Ну, в общем, я немного расстроен. Ну, круто выходит. Я, может, даже поиграю, но… Я обязательно поиграю. Я понравилась первой две части. Мне не кайф одному играть просто в Rayman. А, ну… Мне очень круто в кооперативе играть. Я понимаю, что ты, наоборот, заточен на сбор максимальной эффективности прохождения, поэтому тебе нравится одному играть. Ну, вот мне… Собрать все бонусы, зачистить все на соточку. Для тебя, мне кажется, разницы нет. Ну, то есть, что так, что так, главное. Единственное, что, конечно, минус был очень большой у Fiesta Runa, у Jungle Run не настолько сильно ощущалось, это донат. Там действительно для дополнительных попыток жизни и так далее надо было довольно основательно вкладываться. Мне удалось, конечно, без этого, но там были ограничения. Ну, посмотрим. Да. Что еще хорошо с мобильными играми? Последняя ремарка. От анонса до релиза обычно проходит очень мало времени, поэтому, скорее всего, Rayman Adventures выйдет уже где-то там через неделю-другую. Ура! Радуйтесь любителям мобильного гейминга. Или огорчайтесь. Нет, любителям мобильного гейминга нечего огорчаться, мне кажется. Да. Собственно, новость такая из категории детектив-игромания. Нам было очень интересно узнать, как два персонажа в игре Dishonored будут взаимодействовать друг с другом. Сколько можно будет играть за каждого, как это повлияет на стиль игры. И мы нашли ответ в одном из интервью пост-итришных, собственно, на английском сайте. Оказывается, стиль вашей игры будет зависеть от того, какого персонажа вы выберете в начале. Примерно в начале игры у вас будет развилка, в которой можно будет выбрать либо нового женского персонажа, либо корова. А, это на всю игру будет, да? Насколько я понял, да. Ну, естественно, там игра в разработке и может концепция как-то поменяться. Я просто сказал, что на E3 как раз на игру, что вы можете выбирать, но из контекста я думал, что будет в процессе выбор. Насколько я понял из этого интервью, выбор действительно пройдет в процессе игры, но ближе к началу. И после того, как ты выбираешь, это уже… Ничего уже не изменить, да. Насколько я понимаю, это фактически выбор больше между стелсом и… Экшеном. Экшеном, да. Ну, естественно, можно будет, я так понимаю, выбрать два стиля игры и для того, и для того, но в целом вот каждый из персонажей будет больше заточен под определенный стиль. И насколько я понял, именно женский персонаж будет более агрессивным. То есть он будет больше такой вот под экшен, быстрый, стремительный. Было бы странно, если бы корова резко поменяли все его. Ну да, а корова останется таким более скрытым персонажем. Блин, это сложный выбор. С одной стороны, хочется поиграть за новый персонаж, с другой стороны, я люблю стелсом играть и мне, ну, украшить всех. Хотя это, может быть, вообще будет другой кардинальный геймплей просто. Ну, я не думаю, что они поменяют кардинально. Вдруг что-то случится. Это опять-таки работает на необходимость перепрохождения. Ну, не необходимость, а на интересность, скажем так. На replayability. Да, да, да. То есть Dishonored 2 явно будет той игрой, которую можно будет с удовольствием перепройти пару раз. На самом деле интервью довольно большое. Вы сейчас видите его там у себя на экранах. Если хотите, зайдите, почитайте. Но самая ценная информация, которую можно оттуда подчеркнуть, это, собственно, касается взаимодействия персонажей, которые мы вам поведали. Одной тайной стало меньше. Давай дальше. Дальше новость от CD Projekt Red. Новый патч для Ведьмака 3 позволит Геральту хранить вещи в сундуках. Я... Революция ведьмака. Да, немножко. Такой удивительный. Чудесное время, чтобы быть живым. Да, да, да. С одной стороны, очень круто, что CD Projekt Red активно поддерживает свою игру. Естественно, даже не с одной стороны, а со всех сторон это круто. Единственное, что для тех, кто прошел Ведьмака, от этого вообще ни тепло, ни холодно. А их довольно много людей. Хотя многие сейчас переигрывают, кто-то еще не прошел. Красавчик, ты что, теперь не ремонтировать игру? Не, я не говорю, что... Я же специально вначале сказал, что они молодцы все равно. Да, да. Вот. Но они добавляют вещи, которые должны были быть на старте, на мой взгляд. Ну, слушай, в такой огромной игре... Ну, если уж ты так говоришь... В такой огромной игре очень легко упустить что-то из виду. Да, и они дорабатывают, но... Небольшие детали. Ну, в общем, как-то так. Мне вот неинтересно абсолютно. Потому что мне бы лучше, чтобы они что-нибудь добавили, какой-нибудь сюжетный квест. Я тебе отдал эту новость именно потому, что тебе неинтересно. Ага, да, да, ты меня ненавидишь. Вот. Хорошо, я просто расскажу, что добавят обновления. Альтернативные движения Геральта, в скобочках отключаемые, сундуки для хранения вещей, отмеченные на карте и множество способов сортировки предметов в инвентаре. Вот сортировка предметов в инвентаре... Ну, почему нельзя было на старте сделать? Ну, правда. Если ты прошел, значит тебе это не особо мешало. Ужасно. Это была ненависть просто. Серьезно. И все равно ты прошел. Схема для создания... Ну, да, я прошел, потому что игра хорошая. Схема для создания предметов и алхимические формулы. Можно будет добавить закладки, чтобы в магазине показывали все нужные вам компоненты. Компоненты теперь ничего не весят. В общем, блин. Спасибо, но мне уже этот патч не нужен. Мне нужен. Я постоянно хожу с 45 и 60 у меня в плане перевеса и вроде все продаю, а то ли денег не хватает, то ли еще чего-то там у продавцов и так далее. Наконец-то можно будет эти 45 сгрузить в сундук или кому-то продать. Да, и теперь ингредиенты ничего весить не будет. Да, ингредиенты ничего не весят. А их просто к концу игры накапливается какое-то нереальное количество. Да, у меня их в середине накопилось уже много. Все отлично. CD Projekt Red слушает фанатов, продолжает допиливать свой шедевр и ждем, собственно, новых бесплатных дополнений. Очень круто. Надеемся, что дальше будет больше, потому что ребята обещали поддерживать игру вплоть до, вплоть на протяжении 2016 года, так что это очень круто. Давайте нам побольше классных дополнений. Больше ведьмака, богу ведьмака. Да. А, еще плотву починят, вот. Хотя с ней и так все было в принципе нормально, но теперь она будет еще более нормальной. Какой интересный тизер. Теперь можно будет веселее ее шевелить. Да. Окей, следующая новость на контрасте довольно быстрая. По Uncharted 4 выйдет арт-бук. Издательство Dark Horse Comics решило выпустить, собственно, к релизу четвертого Uncharted чудесную книжечку, в которой вы сможете посмотреть на то, как художники Noisy Dog для вас старались. Собственно, почему мы включили эту новость в подборку? Ну, пока что заявлено только для Америки, насколько я понимаю. Но у нас в России с традициями XL Media вышел аналогичный арт-бук в феврале по The Last of Us, полностью переведенный на русский язык. В общем, есть большие шансы. Да. И те, кто его купили, остались очень довольны. Мы тоже тут его и обозревали, и крутили перед камерой, и фоткали. Отличнейшая вещь для фанатов. И, собственно, по Uncharted 4, вероятно, выйдет похожее. То есть, если вы любите обе серии вот эти вот знаковые, современные от Noisy Dog, я уверен, что с арт-буком по The Last of Us все было хорошо, и этот тоже издадут. Я думаю, с Uncharted 4 будет тоже хорошо, потому что очень качественный… Вообще, кстати, Dark Horse очень давно уже начали взаимодействовать с геймерами, с играми. По Mass Effect они выпускали комиксы, еще почему-то очень много-много всего. Ну и наши не отстают, XL Media тоже молодцы, что выпускают. Да, наши подхватывают, и это круто. Возможно, нас сейчас кто-нибудь посмотрит из XL Media, узнает эту новость и уже сейчас пойдет закупать лицензию. Да. Поехали дальше. Если вы ждете Uncharted… А, извини. Финальная фраза. Давай, еще больше Uncharted… Отложите чуть-чуть дополнительную денежку на покупку арт-бука. Двигаемся дальше. Это не реклама, это просто хорошая новость. С угрозой такой, да. Игромания продалась, Uncharted рекламирует. Я уже увидел, там краем глаза Захар работает в Ubisoft, просто за то, что игры похвалил. Мобильные. Все, давай. Исполнительный продюсер Star Citizen покинул проект. Тан-тан-тан. Ну, на самом деле, Star Citizen это уже становится какой-то просто… Ну, это… Язвочкой прямо с каждым. Это, знаешь, это вообще… Это чем-то вообще, ну, непонятным феноменом. Игра набрала 85 миллионов, 85 миллионов долларов. Я даже не скажу. Да, я тоже не скажу. Да, ну, просто 85 миллионов долларов. Вот. Мы отказываемся. Мемы приходят, мемы уходят. От чего-то приходится отказаться. Давайте немножко… Давай немножко ведем зрителей в курс дела. Да. Star Citizen это какая-то совершенно… Невероятная. Масштаба… Амбициозная просто… Мне кажется, таких… Невероятная. Таких амбициозных игр никогда, мне кажется, еще не было. Да, там… В общем, это космический симулятор, в котором там есть своя экономика, куча кораблей, проработанная вселенная, возможность высадки там на планету, на паранойю и так далее. Шутерная механика. То есть, вы высаживаетесь, вы можете там… Да, можно. В шутерах участвовать, хотел сказать. В боях участвовать с другими игроками в режиме от первого лица. Реального времени, в общем… Да, действительно. Это сравнимо с No Man's Sky, только No Man's Sky это какая-то такая инди-штука с рандомной генерацией планет. А тут то же самое, только по хардкору, все серьезно, с шутером и так далее. И, в общем, игра насобирала какое-то дикое количество денег. И теперь, наверное, разработчики столкнулись с тем, что наговорили они довольно много. А теперь такие «Боже, что делать-то?» Тебе это надо реализовывать. И вот. Знаешь, у них дома из денег, они такие «Что делать?» Горят. И, собственно, это была подводка к нынешней новости. Да, собственно, один… господи, как его… Руководитель… Исполнительный продюсер. Исполнительный продюсер, да-да-да-да. Очень важный человек в процессе. Да, исполнительный продюсер отвечает за то, чтобы все работало всегда и у всех было все хорошо. И фактически еще диктует общее видение проекта. Ну, не совсем. Ну, да. Ну, да. Не будем вдаваться в эти, да, тонкости. В общем, он отвечает головой, да, и следит, чтобы все работало. Ну, прям вот идеально. И этот человек ушел, и это уже не первый, кстати, человек, который ушел. Недавно у них ушел еще один сотрудник. И, в общем, все как-то не очень складывается. И еще выяснилось, что у них какие-то проблемы с FPS-модулем, собственно, с шутерной механикой. И вроде бы 85 миллионов есть, а новости поступают так себе, непонятные, тревожные. Прошел, примерно как Shenmue 3, и теперь начинаются какие-то небольшие непонятки. Собственно, Алекс Мейбери зовут этого продюсера, который покинул Cloud Imperium Games. Но сами разработчики говорят, что это никак не повлияет на Star Citizen. Да, что он ушел по личным причинам, никак, типа, с игрой не связано. Ну, окей, поверим им. Звоночек тревожный, что не говори. Star Citizen, наверное, будут пилить еще очень-очень долго. Найдут, конечно, ему замену, но может быть... Ну, пока уже нашли, сейчас его обязанности выполняет Ирин Роберт, собственно, брат основателя компании. Вот, так что, может, все хорошо, просто бывает, люди уходят. Есть, мне кажется, какой-то риск того, что ребята замахнулись на слишком много, и могут свихнуть себе челюсть. Я надеюсь, они догадаются, что на эти 85 миллионов можно нанять еще кучу работников и заставить их работать. Они же не сидят в студии, я надеюсь, из 10 человек и пилят свою игру там, да? Можно отдать Юсу Цзуки, конечно. Да, отдайте Юсу Цзуки, мы сделаем Шенму 20 серий сразу. Да, ему точно хватит на все. Нет, если честно, оставляю шутки в стороне, конечно, Космосима в последневременном не часто выходят хорошие. Мы очень ждем Star Citizen. Да, они вообще почти не выходят. Ну, то есть... Ну, Elite Denagers вот недавно. Ну, да. Если вы любитель жанра, попробуйте. Но мы все равно желаем ребятам успеха, а просто нам тревожно. Тревожная новость была вообще. Да, тревожные новости поступают нам из далекой-далекой галактики. Поехали. Следующая новость связана с Call of Duty. Это просто даже не знаю, что сказать по этому поводу. Создатели Call of Duty Black Ops 3 Да, это самая веселая новость сегодня. Тренирована сравнением с Deus Ex. Как? Как это могло произойти? Меня еще очень порадовало, что комментарии... Кто давал комментарии? Тебе тоже порадовало? Ответственный за мультиплеер Дэн Бантин. Ну, понятно. Он там мультиплеер разрабатывает. Ему вообще непонятно. При чем тут Deus Ex? Я не удивлюсь. Сюжетку и не видел вообще, да? О чем речь? Мне кажется, они знают, что Activision такие, блин, кто должен выступить, чтобы это не выглядело глупо, что мы делаем вид, что мы не понимаем, почему нас сравнивают. Такие, точно, ответственный по мультиплееру, он мультиплеер делает и ему вообще... Какой Deus Ex, какой Call of Duty мультиплеер? И дайте комментарии. А, че, похож на Deus Ex? А, ну нет, мы по-своему лепим. Да, у нас же реальные прототипы оружия и реальные прототипы техники. Да, собственно, он рассказал, что их игра основана, ну, происходит в недороком будущем, но основана на современных технологиях, поэтому они проделали большую работу, в которой там изучали оружие и представляли, какое оно будет через 30-40 лет и так далее. В общем, про Deus Ex ничего слыхом не слыхали. И вообще, я уверен, что в Deus Ex не так все. Они не думали о том, как разорвется. Ну, то есть, это такой абсурд. Там была блестящая фраза, которая звучала, как Activision не смотрит на другие игры в процессе создания своих. И у нас есть прекрасный комментарий на сайте от пользователя, я сейчас уточню, Bambitos, который говорит, что, наверное, в этом есть проклятие серии Call of Duty, что они просто не смотрят, что делают другие. И тоже, я читал, у меня тоже те же самые мысли были, что, блин, ребят, вы не смотрите и гордитесь этим. Может, стоит разок взглянуть и вы начнете развивать как-то серию. Это, с одной стороны, конечно, забавно, с другой стороны, в защиту, действительно, Treyarch. Можно сказать, что сеттинг недалекого будущего, в которых там у человечества есть суперпушки и импланты, это не то, чтобы ноу-хау серии Deus Ex. Ну, понятно, конечно. И киберпанк. То есть она первая сделала это круто, но, безусловно, эта мысль могла прийти кому угодно в голову, кто любит научную фантастику. Ну, то есть идея не нова, но там вроде даже в построении и в структуре трейлера были какие-то похожие аспекты на дебютный трейлер Deus Ex. Не, никто не говорит, что Deus Ex как бы придумал эту тему. Просто возмущает, не возмущает, а вызывает улыбку, реакция Activision. Как будто, знаешь, их как бы все уже забыли. Ну, там, они пошутили. Ну, то есть. Да, реакция причем. Да, Ubisoft же. Не-не-не-не, Aidos. Aidos, господи. Пошутили и забыли. А эти такие, ага, что, что? Нет, нет, мы, нет. Мы не воровали ничего ни у кого. Да, да. После того, как произошло эти события. Забавно вышло, действительно, да. И теперь мы думаем, что они действительно, еще больше, я думаю, что они вдохновлялись именно этим. В общем, очень забавно. Такие дела, да. Прикольно разрабатывать Call of Duty нынче. Это из веселых новостей. Надеюсь, вам тоже стало от нее весело. Так, поехали дальше. Wargaming и Melesta Games начнут учить студентов геймдизайнеров. Отличная новость. Еще одна отличная новость. Отличная новость. Да. Но это прямо настоящая отличная новость. Да. По-серьезному. В белорусском, да, абсолютно серьезно и прям очень круто. Я читал и радовался. У меня в душе радость сильно была. Да, да, да. Те, кто заканчивает школу в ближайшее время или в этом летом сдает ЕГЭ или хочет получить второе высшее, послушайте сейчас очень внимательно. Да. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники открылась программа информационной системы и технологии в игровой индустрии. В общем, проще говоря, будут учить геймдизайну. Да, будут учить делать игры в Белоруссии. Соответственно, Wargaming, Melesta Games и Парк высоких технологий замутили всю эту тему. Найди лишнее просто. Вася, не отрывай руки от клавиатуры. Просто Вася начал махать. Да, в Белорусском университете. Такая вот очень крутая новость. Наконец-то у нас на территории СНГ, скажем так, появился университет, где можно учиться полноценно геймдизайну. Прям вот высшее образование. Не просто курсы. Курсы уже есть. В Москве, я точно знаю, есть одни курсы. Да, но есть школы Scream School. Да, да, да. Но это дорого и все-таки не высшее образование. А вот тут все официально, можете, собственно, ехать и поступать. Я бы, кстати, если было бы тогда... Я вчера серьезно подумал об этом, между прочим. Я бы позже поехал, да. Если бы это было 5 лет назад, я бы вообще не думаю даже это, конечно. Вот. Очень крутая тема. Давай я немножко деталей расскажу. Давай, давай. В этом году наберут около 30 абитуриентов. Уточнется уже в этом году. Да. Наберут около 30 абитуриентов. И программа будет включать довольно большой список дисциплий, включая там... История видеоигр, геймдизайн, да. Разработка игровой концепции и так далее. И все, все эти дисциплины основные будут вести специалисты из Мелесты Гейм и Wargaming. И Wargaming. Да. Wargaming, если что, напомню вам, крупнейшая в СНГ и, возможно, одна из крупнейших... Одна из крупнейших в мире. Компания, разработчик игр, ну, это возможно. Ну, и они будут выпускников брать к себе в том числе. Да. И многие компании, вот включая Wargaming, уже есть договоренности с ВУЗом, что выпускники могут иметь квоту на работу в этих компаниях. Ну, никто не умеет в целом. Ну, то есть это опыт сейчас в плане геймдизайна и так далее, только который можно получить на практике. Поэтому нет никаких сомнений в том, что кадры, которые будут в этом разбираться после института, они, конечно, будут востребованы. Стоит отметить, что вообще... Как здесь, так и за рубежом, между прочим. Не так много вот мне пришло похожих, на самом деле, программ. Я вспомнил, что у Ubisoft есть программа, которую они примерно раз в год набирают студентов со всего мира, где они будут проходить обучение у них внутри студии на геймдизайнера или на программиста. И еще, по-моему, в Японии есть парочка университетов, в которых учат геймдизайн. То есть в этом плане Wargaming, они довольно-таки впереди планеты всей, можно сказать. То есть, да, именно в Белоруссии появляется такой институт довольно серьезный, который будет обучать геймдизайну. Это очень круто. То есть... Это прям лучшая новость за неделю. Да, если вы молоды... Нет, ну, боевые роботы все-таки лучше. Ах, блин, боевые роботы. Если вы молоды и сейчас учитесь и не знаете, куда пойти, возможно, это ваш вариант. Действительно, подумайте об этом. Вот прям шанс делать игры, как вы хотели. Возможно, он прямо по-другому. Мне кажется, нам надо устраивать голосование среди зрителей за лучшую новость недели. Мы подумаем над этим. Но не сейчас, а вообще. Да. Эта новость заканчивает наш основной блог, но у нас еще есть парочка... Есть пара мелких новостей, да. Давай ты первую. Хорошо. Показан первый тизер нового сезона секретных материалов. Собственно, телеканал Fox планирует в ближайшем времени, я забыл точную дату, если честно, но в конце этого года провести большой марафон, в котором покажут все серии секретных материалов. И в честь этого поставил рекламный ролик, в конце которого можно услышать знакомую мелодию и увидеть некоторые кадры из сезона грядущего, который стартует в январе будущего года. Собственно, в грядущем сезоне пока что будет всего шесть серий, но там как пойдет, если, естественно, рейтинги будут высокими, то секретные материалы вернутся на наши экраны основательно. Я думаю, в этом можно не сомневаться. Я надеюсь, Василий успел показать тизер, пока я все это рассказывал. Если нет, то вы можете посмотреть в нашей группе ВК или на сайте Игромания или, опять-таки, у меня. Много смотрел секретных материалов? Слушай, нет, я очень отрывисто смотрел. Для меня довольно быстро там… Ну, я был довольно маленький. Сюжет… Смотрел отрывисто, сюжет довольно быстро превратился в кашу. Я думаю, я вот как раз пересмотрю. Ну, мне в целом нравилась атмосфера, естественно, эта мелодия, которую все знают о нас. Нравились персонажи, но в целом вот общая картинка не складывалась, так что, я думаю, это как раз для меня тема. Я недавно пересмотрел Twin Peaks по такому же принципу, потому что я помню только какие-то отрывки. Думаю, то же самое сделал секретными материалами и встречу новых сезонов. Ты же знаешь, что там больше сезонов, чем в Twin Peaks? Много. Ну, да. Ну, держись. Ну, там не так много, как, допустим, в One Piece. Жалко, что у тебя сегодня футбол в One Piece. Я забыл, что на каянии меня одежда в этой студии. Я так надеялся, что я сейчас увижу надпись One Piece на твоей груди. Ты знаешь, что у меня четыре футболки с One Piece, да? Давай дальше. Ты сам начал этот разговор. Я думаю, ты сейчас скажешь, давай откроем голосование за лучшую футболку артовазду на этой неделе. Финальная новость. Да, финальная новость тоже хорошая. Ни одного выпуска без Fallout 4. Подожди, это как раз для того парня, который написал в социальных сетях. В этом выпуске не сказали, я забыл его имя, извини, но ты поймешь, если ты нас смотришь. В этом выпуске не сказали ничего про Fallout 4. Дислайк. Это новость для тебя. Для тебя специально мы боимся твоих дислайков, поэтому в каждый выпуск обязательно один раз скажем Fallout 4, как минимум. Окей. Собственно, раскрыты награды Game Critics Awards по E3 2015. Fallout 4 и игра-выставки, друзья, кто сомневался, кто ругал ее, кто говорил, что фу-фу, что за графика и прочее. Я начинаю. Ха-ха, вот вам. Я слышу треск, который сейчас доносится из нашего чата. Треск? Да. Я кажется, там сейчас очень много недовольно. Лучшая на выставке Fallout 4. Лучшая новая игра-выставка. Я просто зачитаю. Давай, да. Лучшая новая игра-выставки. Хочешь по очереди? Нет, не хочу, давай. Horizon... Помнишь, я говорил, что это лучшая новая IP будет? Ты мне говорит, нет, нет, нет. Алик, ты говоришь, что это будет лучшая новая анонсированная игра. Новая IP, да, это лучший. Там просто не так много новых IP показали, честное слово. Для того, чтобы... Лучшая новая игра-выставки, в общем, Horizon Zero Dawn. Вот. Лучшая консольная игра Uncharted 4. Лучшая портативная игра Legend of Zelda Triforce Heroes. Лучшая компьютерная игра Fallout 4. Лучшая железка Oculus Touch. Лучший боевик Star Wars Battlefront. Лучшая приключенческая игра Uncharted 4. Лучшая ролевая игра Fallout 4. Вот так вот. Лучшая гоночная игра Need for Speed. Лучшая спортивная игра FIFA 16. Лучшая семейная социальная игра Super Mario Maker. Семейная социальная игра. Вот. Лучшая многопользовательская игра Star Wars Battlefront. Лучшая игра от независимого разработчика No Man's Sky. Особая награда за достижение в графике Uncharted 4. Я, кстати, видел там комментарии. У всех там треск начался от того, что лучшая графика в Uncharted 4. Мыльное кинцо, да, вот это вот взяло награду за лучшую графику. Что ты скажешь? Я устал читать. Довольно справедливо. Очень здорово, что Fallout 4 стал игрой выставки, как по мне, потому что… Потому что это лучшая игра выставки. Игру уже саму обсудили. Мне очень понравился подход, с которым ее анонсировали. То есть, во-первых, была интрига до последнего момента. То есть еще где-то месяца полтора назад мы с вами вообще не знали о том, что существует Fallout 4. Его анонсировали незадолго до выставки крутым роликом. По нему мы упустили сопутствующую мобильную игру. Сразу показали геймплей. Сразу дали поиграть. Показали миллион функций, которые там будут… Особенности, да. Особенности, которые там будут. Показали Rolex Arta… То есть просто выкатили такой поезд вообще всего хорошо сделанного… Хорошо отлаженный паровоз хайп. Да. И прям все так опа… Ну еще, конечно, поставили огромного олдбоя в человеческий рост на своем стенде. Да, да, да. Круто. Поэтому, да. Как такой подход я одобряю. Сама игра там поживем-видим. Uncharted 4. Мне приятно, что он взял лучшую графику. Потому что действительно вот прям Nexgen Nexgenovich. Удивительно, что Nintendo взяла две награды и ни одна из них не худшая игра или худшее выступление. Лучшая мобильная игра – это новая Zelda, что как бы намекает, что с портативным геймингом все не так хорошо. И лучшая социальная игра Mario Maker. Ну здорово, что Nintendo тоже достались награды, несмотря на самое слабое из большой тройки выступление. Да. А в целом, ну, довольно, наверное, справедливый список. Многих, наверное, совсем все страдают, почему Uncharted 4 получил наград за графику. Вы же понимаете, что… Ну понятно, что на PC можно сделать лучше. Но тут вопрос именно сделать красиво из того, что у тебя есть. Ну, в доступном, да, железе. В доступном железе. Речь не о том, что это самая прогрессивная картинка в мире. И еще хочется сказать, что графика – это не только текстуры и полигоны, это еще и арт-дизайн, общие режиссуры и так далее. Грязь, налипающая на Дрейка. Да. Это все, это все влияет. Ну вот и все. Мы подошли к финалу нашей сегодняшней утренней передачи. Обсудили все новости. Вроде даже получилось очень даже так живенько, несмотря на то, что сами новости были не столь, возможно, крутыми, как во время Е3. Ну, слушай, там была одна новость такая, что она просто сделала мне весь день. Тем не менее, ладно, да. Я надеюсь, вам тоже. Да, мы будем стараться и дальше радовать вас. Мы увидимся уже завтра с вами в прямом эфире. С вами были Артавас Мурадян. И Захар Бочаров. Подожди, я еще хотел сказать на прощание. И Василий Кокпейкин. Изящно перешел в финал. Я просто хотел сказать, что сегодня мы еще будем стримить очень много, так что приходите. Закончим сегодня Бэтмена, друзья, с вами. Да, и расписание, собственно, вы можете увидеть под окошком Твича. Если вы смотрите записи на Ютубе, то идите на Твич и смотрите там под окошком Твича расписание. Или на нашем сайте сбоку новостной блог. В общем, если захотите, вы найдете легко. С вами был Захар Бочаров, Василий Копейкин и Артавас Мурадян. Игромания утром. До завтра. Спасибо. Спасибо.